Кратко и быстро сказать про культуризм невозможно, потому что это история, мы все считаем, что культуризм это бодибилдинг, строительство тела, это якобы пришло из Америки и прочее. Но вообще это пришло глубоко, далеко, раньше еще до революции и с той же Россией, это когда-то те же борцы и поддубные, перед тем, как даже бороться, демонстрировали свое тело, свои мышцы, потому что понятие человека, то бишь он должен физически хорошо быть, не просто сильным, но и физически должно выглядеть сильным. Вот отсюда оно все и пошло. Потом революция, потом пришла советская власть, которая посчитала, что это вообще неправильно, когда тело показывается, неправильно, когда демонстрируется тело, так же, как и красота там женская тоже, как сейчас у нас это принято, что это красиво, и все мы прекрасно понимаем, то это, конечно, было запрещено. Ну, Джо Вейдер, он подхватил все это и очень грамотно это сделал, использовал, создал огромный хороший бизнес, ценную индустрию и назвал это бодибилдинг строительства тела, то бишь в переводе. То, безусловно, это американская была, и была холодная война, и, конечно, это неправильно все считалось, что нам это не должно быть. Нет, я бы не согласился. Ну, тяжелая атлетика, это совершенно разное, да, можно сказать, что они, там подъем тяжести и только подъем тяжести, там никогда не, они не могли никогда и не могут никогда уделять внимание раздельным мышцам, то бишь всем телом, то бишь для них необходима спина, необходима ноги, и этого достаточно, то бишь, еще там можно быть дельтовидно. На и то физически они, как мышцы большие, они не нужны, им надо динамика скорости, динамика поднятия, то бишь, они, я бы так сказал, вообще, если брать так с бодибилдинга, то на мой взгляд, любой вид спорта этим пользуется, любой вид спорта, то бишь, это основа любая. Если мы возьмем сегодня профессиональных боксеров, то все они великолепно сложены, потому что они все проходят тренажерный зал, все занимаются тем мышечным корсетом, который необходимо, потому что его тяжелее всегда пробить. Потому что даже в моей жизни, вот, история аварии, то бишь, меня спасло то, что мне ногу не отняли, только от того, что, как сказал сам профессор, сказал, что тебе повезло, потому что у тебя хорошие мышцы, которые не дали, настолько момент этот напряглись, что не дали к мелким костям пробить мешок. Если бы это произошло, то уже совершенно было бы другое, то бишь, я был не присевнутый, руками удержал удар на 90 километров войти в Урал, вы представляете, то бишь, меня, опять же, корсет этот спас, то бишь, это еще раз говорит о том, что мышцы, это тот защитный корсет, который сегодня человеку дает возможность защищать его. Субтитры создавал DimaTorzok